Вот кто, не дожидаясь сочельника и полуночи, уже сделал себе подарок, так это народные депутаты. Они подняли себе зарплату и уже в январе получат 30 тысяч гривен. Каждый. Неплохо для настоящих тружеников и профессионалов, однако все ли избранники были хорошими законотворцами? Ведь многие даже не появлялись в сессионном зале. Оксана Котова вооружилась научными методами, оценила производительность труда депутатов и расскажет, кто заслужил подарок под елочку. Вот так стоишь, смотришь, офис не пыльный, работа хоть и нервная, зато в тепле. Зарплата вовремя, обед по расписанию. Не уволят за прогулы, не накажут за драку. Летом отпуск, зимой кальникулы. Среднестатистический украинец наверняка не отказался бы от таких условий работы. Согласно бюджету, каждый налогоплательщик в следующем году на содержание парламента отдаст 104 гривны. В уходящем было 76. Но дело не столько в деньгах, потраченных на содержание парламента, как в коэффициенте полезного действия каждого депутата. Так сколько они трудились на налогоплательщиках и что изменилось в их жизни за год работы? У меня не изменилось ни моё майно, ни умовы проживания, ничего. Я никогда не был за материальным становищем. Я до сих пор живу в селе, в Жигульчик, ВАЗ, да, 2106 и все. Этих депутатов аналитики двух организаций, контролирующих работу парламента, назвали «тружениками года». В номинациях «Отличник по посещению» и «По количеству голосований». Передовик с Париж, как все депутаты, зашёл в 2017 год с львотами. Я ніяк не користуюсь. Майже не користуюсь службовим такси. Буває там аж одну годину в месяц, не більше. Я її використовую, коли приїжджаю серед ніччю, коли приїжджаю на ЖД-вокзал. Я хожу в костюмах нашої вінницької фабрики. Вони, правда, не дуже дорогі. Десь 1500-1400 гривень. Перша зарплата – 4500 гривень. А сьогодні ми получаємо на руки честими 13 600, 13 700 гривень. Среди любителей прокатиться с ветерком на служебном авто спориша действительно нет. Нам «Отличник» по посещению голосований признался в другом. Гарантия. Вот вспомнить на следующий выбор, что спориш, гадди тощо не буде, гадди баладувався. Почему депутат «Отличник» больше не желает ходить в зал и нажимать на кнопки? Намекнул. Хочет к супруге в родное село Новинниччиня. Там у нее агробизнес и 1700 гектаров земли. В личный КПДС Париж записал свой закон о праве на бесплатное лечение участников АТО. Фотографию первого среди отличников мы показали физиогномисту. Направление кончика носа и сама форма носа показывает, что он заинтересован в материальных результатах своего труда. Я прошу не взрывати засідання рады. Голос нельзя износить за год депутатам, но если они постоянно работают, то он будет тренироваться и будет только нарастать. Если будут сидеть молчать, то со временем, конечно, терять свою силу и убедительность. В драке не лез, голосом в зале работал нечасто. Из льгот, уверяют, пользуются одной. Николай Величкович в списке 170 депутатов, получивших компенсацию на жилье по 19,5 тысяч гривен каждый месяц. Он снимает квартиру с семьей, от депутатского отеля отказался. В КПД аналитики записали ему практически стопроцентное голосование. Депутат может прийти в парламент, но он может пойти в буфет или просто сидеть в зале и вытащить карточку. Он не в среднем работает, там, две недели, месяц. А вот Величкович в личный КПД записал свой закон о волонтерской деятельности за 15-й год. На вопрос, как за год изменилась его зарплата, ответил Витяева там. За грудь месяц я еще не знаю, какая будет там зарплата, что не утримали, но за листопад месяц это было 13,5 тысяч. Какая сфера наиболее выражена? Да, идейная сфера. Он фантазер. Стал мягче, расслабленнее. За декабрь депутаты получат зарплату, как у министров. Минималка 16 тысяч. С учетом надбавок и премий набежит около 26. Но аналитики уверяют, кое-что депутаты не договаривают. Народный депутат реально отримует две заработных платы. Одна – это заработная плата, а другая сумма, которая дорівнюет зарплату, это кошти на работу с выборцами. Частина депутатів доплачивает премии своим помечникам. Частина депутатів витрачает кошти на громадские приймания. Частина депутатів доплюсовывает эти кошти до своей заработной платы. Самым главным коэффициентом является это звание и титулы. Александр Кадола закрывает призовую тройку тружеников парламента. Три квартиры в Чернигове, дом за городом, 29 тысяч долларов и 30 тысяч гривен налички. Две машины у него и супруги. Это в прошлом году. В этом, уверяют, все по-старому. Тут не ходят гроши, как-то кажуть. Вот, например, пиджак близько 2-3 тысяч гривень. Главный показатель личного КПД для Кадолы – это когда его узнают на улицах родного Нежина. Достаточно высокая спинка носа, еще и с корбинкой. То есть он значимый, ему важно быть значимым, востребованным, очень активное эго. В топ-годы реформаторских законопроектов, за которые голосовала или которые предлагала три у парламентских тружеников, попали законы о борьбе с коррупцией, децентрализацией, регулировании бизнеса, энергетической независимости. За год парламент принял 160 законов, не нарушив ежегодную статистику. Коэффициент корисной дии депутата, он не выраховывается кількостью запрямованного законопроекта. Когда народный депутат Украины приходит к вас и рассказывает, сколько он законопроектов подписал, или вниз, это уже перестало быть вот этим индикатором, якость. Якость – это законы, которые на выходе. На выполнение каждого второго законопроекта, по оценке Минфина, в бюджете нет денег. Каждый третий законопроект, по оценке главного управления Верховной Рады, нарушает законодательство. Парламент, по подсчетам аналитиков, принимает ежегодно лишь 12% от того, что написали депутаты. За год депутаты должны были проработать под куполом 75 дней. Плюс работа в комитетах и на округах. Вот ее эффективность аналитики и вовсе не берутся анализировать. В топ парламентские двоечники и антиреформаторы. Аналитики Vox Ukrainian и комитеты избирателей Украины записали в этом году Рабиновича, Яроша, Савченко и Белецкого. Как они сами иногда говорят, что отдыхают на зарубежных, на закордонных округах. Сказать, что депутат каждый день должен сделать один, два, три, но это не возможно. Концевый подсумок – это все-таки оценка выборцев. В любом случае, иначе не было бы сенсу в этих выборах один раз на четыре года. Оксана Котова, Анатолий Ворон. События недели.